Еженедельное совещание началось с награждения участников областного фотоконкурса «Семьи. Счастливые моменты». Мероприятие проводится ежегодно Департаментом Смоленской области по социальному развитию и призвано укреплять значимости Института семьи, культурных, духовных ценностей, а также развивать творческий потенциал участников. «Десногорск в этом году, как и в прошлом, принял участие в различных номинациях данного конкурса. У нас есть победители, которые сегодня будут отмечены дипломом, банкным подарком». Инженерная инфраструктура города отмечена профилактическим ремонтом в некоторых его районах. Текущий осмотр коммуникационных сетей поможет избежать возможных неполадок в новогодний период. «Органичения в холодной воде связаны с заменой запорной амблатуры. Наши ограничения будут по шестому микрорайону МКТ полностью и 50% второго микрорайона. Местная часть остается в свободе». О предновогодних мероприятиях рассказала Анна Королёва, председатель Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике. «28-29 Центр культуры и молодёжной политики привезли к детям на утреннике. 14-17 по 0». Отдел социальной защиты населения напоминает предприятиям об окончании отчётного периода. Отчитаться по охране труда нужно до 10 января 2020 года. По всем вопросам обращаться по телефону 7-12-33. «И также напоминаем, что во все организации предприятия города были направлены информационные письма по конкурсу «Успех и безопасность» 2019 года». Заявки на всероссийский конкурс по охране труда могут поступать до 1 марта 2020 года. Кроме этого, продолжается голосование за выбор лучшей творческой работы дизайна малых архитектурных форм для городского парка «Атомпарк». «Я попрошу, соответственно, всех дизайн-тогорцев принять самое активное участие в этом проекте для того, чтобы мы могли двигаться вперёд». Отдать свой голос за понравившийся проект можно на сайте администрации Дизногорска. Ксения Бьюшкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.